Здравствуйте дорогие зрители Прайм ТВ и мы традиционно с вами подводим итоги уходящей недели с вами Резван Гусейнов в цепи позитивных новостей после поэтапного начала поэтапного вывода российского миротворческого контингента появилась сегодня другая новость в принципе которая логически должна была иметь место и завершить весь этот этап начавшийся еще после 44 дневной войны то есть после трехстороннего заявления по итогам 44 дневной войны в ноябре 2020 года я имею ввиду что свернула свою миссию также и мониторинговая группа турецко-азербайджанский мониторинговый центр который все эти годы был расположен в Агдамском районе в селе Наззели и осуществлял мониторинг ситуации в Карабахе и в окрестно скажем так район поскольку как я отметил логично было то что после вывода российских миротворцев мониторинговый центр турецко-российский тоже должен закрыться принципе это и произошло мы сосредоточимся на том что наверное более интересует наших зрителей о чем многие говорят почему это произошло сейчас я имею ввиду вывод российских миротворцев последовавшие за этим события или события которые сопровождали давайте коснемся того во первых какие события на фоне каких событий все это происходило в первую очередь кроме на фоне вывода российских миротворцев димаш французской стороны отзыв посла франции из азербайджана это своего рода некое если и не объявление войны азербайджану то как минимум срыв уровня дипломатических отношений на скажем так негативный другим моментом стал стало то что двусторонняя комиссия азербайджана армянская договорилась и началось возвращение четырех приграничных сел казахского района то есть не анклавов а приграничных мы видим как этот процесс идет сложно но это отдельная тема то есть целый ряд событий в этой цепи они связаны друг с другом плюс естественно визит президента азербайджана в россию встречи его с российским своим коллегой президентом россии владимиром путиным очень позитивный фон обсуждение в рамках и сейчас и предстоящих юбилейных мероприятий посвященных началу строительства байкала-мурской магистрали вам одного из самых крупнейших проектов и ссср и наверное планеты на тот период и те мессенджи которые прозвучали там тоже ну и плюс визит сейчас президента азербайджана в германию что интересно полет осуществлен не как традиционно из бакинского аэропорта а из физулинского международного аэропорта в берлин что очень тоже символично что же может связать все эти события мы и какое какое-то развитие может все это иметь я думаю что не секрет что азербайджана российские отношения переживают свой позитивный этап на фоне тех негативных процессов которые были многие годы но позитив начал нарастать после 44 дневной войны азербайджан добился поставленных задач и военно-политическим методом и дипломатическим восстановление суверенитета и затем последующие события первую очередь повлияло на то что сейчас мы говорим вывод российских миротворцев ускорение всех этих событий это конечно же антитеррористическая операция 19 20 однодневной 19 20 сентября прошлого года 2023 года когда уже стало ясно что проблема так называемого карабахского конфликта полностью закрывается и принципе после этого было логично что и российские миротворцы покинут регион единственное что возможно многие не ожидали но это стало реальностью это весьма негативная реакция западного сообщества в первую очередь франции сша и еще ряд европейских стран никто не радовался полной полному восстановлению суверенитета азербайджана все делали эти страны акцент на якобы изгнание фактически добровольном исходе карабахских армян это их был выбор кстати одобренный и поддержанный рядом европейских стран и сша более того сейчас когда российские миротворцы покинули территорию азербайджана как сказал уважаемый политолог рамиз юнус почему-то никто не радуется и не поздравляет азербайджан со стороны запада ведь есть точно такое же событие произошло в украине в грузии представляете какие фейерверки какие праздники были вы какая радость западных стран была бы в адрес оправданная радость в адрес тбилиси киева и так далее или в молдове если это произошло в адрес кишинева но полное завершение и вывод российских военных территорий азербайджан завершение кровавого многолетнего конфликта даже скажем так свыше века вообще-то перманентно почему-то не радует западных некоторых партнеров и стран более того франция делать димаш значит эти страны делали ставку на то что конфликт будет ледь нужный момент у опять вспыхнет между армии и азербайджаном и только так они будут защищать свои интересы нашем регионе в основном эти интересы состоят в том чтобы превратить наш регион в регион нестабильности войны не для каких-то проектов ладно было бы понятно если они защищают какие-то проекты так получается что они в основном работали на хаос и на этом фоне действительно как бы это ни было странно российская сторона оказалась более скажем так предсказуемой у россии есть ряд проблем на фоне войны вторжения украину то что с европой перекрылся нормальное общение транспорт транзит и естественно в этой ситуации в россии свое видение на стабильность нашем регионе на те транспортные транзиты проекты которые она хочет осуществить и в этом контексте поэтому вывод российских войск и передислокация что важно значительной части этого контингента на территории армении в то ужский или как мы будем то уж галинский район армении приграничные с азербайджаном говорит о том что все таки в этом вопросе есть некоторые согласия и официального еревана в чем же интерес официального еревана по всей видимости армения хочет освободиться от этих липких мягких объятий франции макроновской франции которая создает и так для проблемной армии и ее отношения с соседями еще дополнительные проблемы и как бы это странно не звучало позиция еревана связана с тем что возвращать возвращены четыре приграничных села в азербайджане вывод миротворцев которые передислоцировались на территории армении весь этот позитив и те месседжи которые озвучил пашинян позитивный все это частично развязала те путы те объятия которыми удушала макроновская франция армия ограничивая ее и в ее деятельности дипломатической внешне политической и создавая напряженность то есть давление парижа вынуждала ереван поддакивать и и так усугублять и так непростую для еревана ситуацию главная цель парижа была не дать произойти нормализация отношений армении с азербайджаном в рамках мирного процесса армении с турцией в рамках того что должна открыться турецко-армянская граница и тогда бы начались интеграционные процессы за которые принципе не против россия и молчаливо терпит иран хотя он тоже близок по своей позиции к франции молчаливо но то что францию выбили из этой игры здесь большая роль в том числе и официального еревана надо признать надеюсь это продолжится то есть позиция еревана будет таковой же и создается новая конфигурация где азербайджан и так являвшийся гегемоном нашего региона берет на себя огромную ответственность нагрузку и будет отвечать за стабильность процветания всего региона южного кавказа это поддерживает и грузия и армения с этим соглашается россия молчаливо скрижащий зубами иран куда он денется естественно союзник азербайджан турция тоже за это ратует негодует франция и поменяла свою позицию сша она больше не делает ставку на макромовскую францию мы видим что активизировалась германия именно в контексте того что от европейской площадки нашем регионе будет представлять интересы европы уже не франция который намерен всегда представляла свои интересы не европейские а германия которая более сдержана у которой относительно более сдержанные нормальные отношения с россией с турцией относительно если смотреть по с францией с азербайджаном с германией с грузией прекрасное отношение с армении налаживается то есть в этом контексте на данном этапе германия становится той страной которая может стабилизировать ситуацию баланс сил в отличие от франции которая играла роль дестабилизатора и активизацию роли германии поддерживает продвигать первую очередь сша которые увидели что французскими руками ничего не то что ничего не получается создаются дополнительные угрозы для американских интересов франция полностью провалила те задачи которые брала на себя якобы нашем регионе вот так все события о которых вы сказали визиты последнего дня связаны в одной цепью а то что президент россии в рамках визита президента азербайджана и совместного выступления вспомнил огромную роль гейдара лива строительство лоббирование байкала-амурской магистрали советское время 70-е 80-е особенно годы это было символично тем самым российский президент очень четко дал понять что спустя многие годы в период независимой россии байкала-амурская магистраль и вся эта инфраструктура сыграла огромнейшую роль в становлении современной россии и экономической военно-политической мощи и тем самым также президент россии выразил надежду уверенность что президент азербайджан ильхам алиев продолжит эту политику своего отца по всей видимости намекая на проект север-юг который важен для россии через наш регион который должен связать грубо говоря финский залив с персидским заливом но я думаю что иран это больше зона ответственности ирана иран полностью педалирует течение 15-20 лет этот проект иран не хочет чтобы россия не только иран но и те кто его поддерживает на западе не хотят чтобы россия вышла на персидский залив на ближний восток принципе эта политика мы можем понять поэтому в этом контексте я думаю выходом из ситуации все таки будет то что российский транзит будет идти с севера а затем поворачиваться на территории азербайджана на запад по территории карабаха соединиться затем с зангизурской дорога или коридору который будет все равно будет а далее через началом турцию получит россия выход и на ближний восток и на восточное средиземноморье и на юго-восток европы подпишитесь на наш канал будра news и будьте в курсе всех событий